Квартира, в которой учатся жить. У особенных ребят из общественной организации «Солнечный круг» в начале года появилась своя база. Место, где проходят их занятия. 100 квадратных метров муниципального жилья получить удалось благодаря мэрии. Три комнаты и просторная кухня. С ребятами работают логопед, психолог, арт-терапевты. Мы, как родители детей инвалидов, понимаем, что наша жизнь предельна, и после нашего ухода из жизни наши дети останутся одни. Ну и дорога их – это психоневрологический интернат. И мы хотим исключить эту участь для наших детей. Поэтому мы запустили проект, поэтому мы написали этот президентский грант, мы его защитили. И для нас это великая честь, что мы получили. Эти деньги, на которые мы проводим проект. Это занятия по кулинарии. Обычные навыки, особенным ребятам с ограниченными возможностями здоровья, зачастую затруднительные. Здесь их учат готовить себе еду самостоятельно. Резать салаты или хлеб, варить кашу или макароны. Показывать приходится одно и то же много-много раз. Закреплять и автоматизировать навыки – важнейшая составляющая работы с особыми людьми. С первых дней выяснилось, что многие ребята, почти все, испытывали боязнь острого ножа, горячей плиты, боялись работать с бытовыми приборами. И, конечно, важно было, чтобы они поверили в свои возможности и избавились от этого чувства страха, от боязни. Финансирование средств президентского гранта рассчитано до конца ноября. Часть денег идет на оплату специалистов. Комнаты пустыми не бывают. В проект включены 40 детей. Занятия проводятся всю неделю, каждый день. 15 детей очень сложных, у них отсутствует речь. Любая положительная динамика здесь имеет вес. Привлечь внимание фиксации взора, удержать на выполнении определенного задания. Даже хотя бы, если минимально, он начинает выполнять, повторять, копировать это задание, эти движения, эти навыки. Это уже считается положительной динамикой, это уже хорошо. Но самое главное, конечно, это контакт с ребенком найти, контакт. То, через что мы будем взаимодействовать. Здесь отрабатывают новый метод работы рука в руке. Если сигнал не идет от мозга к мышце, он пойдет от мышцы к мозгу. Очень помогают волонтеры нового рубежа. Они глаза и уши особенных ребят. Коррекционные занятия опираются на сохранные звенья детской психики. Цель – растормаживание речи и помощь в построении отношений с родителями и с верстниками. Ребят нужно адаптировать к реальной жизни, помочь им познать мир доступными средствами. А конечная цель – перенести полученные навыки в повседневную жизнь. Поэтому проект назвали «Я все смогу сам». Ребенок стал сильнее, подвижнее. Прямо такой толчок произошел в плане арт-терапии. Даже пост у нас отдельный был. Ребенок не рисовал, не брал, вообще не хотел брать даже карандаш в руки. Очень сложно ему все это было. В итоге мы нарисовали, скрасили мандалы очень кропотливо, долго. Наверное, час ребенок сидел и рисовал. Проект «Солнечного круга» уже показал свою жизнеспособность и теперь будет растиражирован. В ШУИ по наработанным методикам уже занимаются около 10 ребят. В планах еще 20. В Кинишме. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.